Да, действительно, пусть так и будет, ведь на самом деле огромное количество открытий и изобретений, которыми мы с вами, дорогие друзья, пользуемся каждый день, были созданы женщинами, только не все об этом знают. И вот сейчас как раз-таки об этом мы и поговорим с нашими следующими гостями. Давайте познакомимся. У нас сегодня в студии учитель информатики Айнагуль Ермекова, учитель биологии Анна Шевчук со своей подопечной ученицей 12 класса Жамилёй Кинжитай. Доброе утро. Доброе утро. Во-первых, поздравляю вас с вашим праздником. Это такое, ну, где-то его называют вторым-восьмым марта, но мне кажется, здесь немножко такая вот, ну, немножко другая, да, цель у мероприятия. Ну вот, как вы считаете вообще, насколько подобный день важен для именно женщины науки? Мне кажется, то, что данный день очень важен, так как в наше время все мы знаем то, что существует определенное гендерное неравенство. И, конечно, в нашей стране, возможно, оно не так сильно видно, но по всему миру об этом все деятели говорят. И мне кажется, данный день он поможет девочкам в особенности проявить свои таланты и не бояться ничего. Потому что, наверное, вот одна из основных причин вообще, по которой вот процентаж мужчин в науке даже сейчас намного выше, чем процентаж девушек, потому что существует в обществе стереотип, якобы вот там инженеры, математики и так далее и тому подобное, это не женские профессии. То есть, насколько вы с этим согласны, персонально вообще? Ну, я думаю, в 21 веке говорить о том, что женское, мужское уже как минимум, наверное, не гуманно, не побоюсь этого слова, потому что развитие интеллекта у нас от пола никак не зависит. Это уже ученые, биологи, физиологи, нейрофизиологи доказали, что развитие способности мозга, они все-таки от пола не зависят. Поэтому, конечно же, зарубать на корню желание, допустим, той же девочке заниматься разработкой какой-нибудь инженерной какой-то программы, говорить, что, ой, ты что будешь там в каске ходить по заводу, как у нас бывает зачастую в семьях, даже в семьях. Поэтому, конечно же, я думаю, такой день и говорить о таком дне надо, привлекая внимание не просто в то, что международный день, женщин, девочек в науке, а вообще, что любая девочка, девочка, женщина, девушка может проявить себя, независимо от того, кто она, мальчик или девочка, именно по своим желаниям, по своим амбициям и исполнении своих мечтаний. Да, то есть здесь, мне кажется, даже еще отдельно стоит подчеркнуть о том, что вот этот день не является каким-то призывом, да, там, типа, занимайтесь наукой. То есть это просто, наверное, больше такое напоминание людям о том, что, как бы, если у девочки есть такое желание, то не нужно его просто, ну, вот действительно, как вы говорите, зарубать на корню, да, то есть, как бы, у этого желания есть право на жизнь. Вот. Соответственно, вот, как бы, Жамиля у нас является одной из таких вот представительниц, да. То есть расскажи, почему тебе интересна наука? На самом деле, любовь к науке у меня, как бы, была с детства, потому что я люблю, в принципе, учиться и познавать что-то новое. Но, как я перешла в ниш, данная страсть, она, скорее всего, стала больше благодаря моим учителям. Вот. И, в принципе, мне кажется, когда ты узнаешь что-то новое, ты развиваешься, это, во-первых. Во-вторых, ты просто продолжаешь оставаться человеком, потому что человек — это тот, кто продолжает саморазвиваться и узнаешь что-то новое. И мне кажется, то, что каждый человек должен заниматься чем-то таким, потому что мы не должны останавливаться, мы должны всегда совершенствоваться. Вот. Отлично сказано. Ну, вот, допустим, кстати, вот в сюжете даже вот у нас, который мы с вами вместе посмотрели, там была информация о том, что в Казахстане на самом деле процент исследователей, исследовательниц женщин, он на самом деле, ну, как бы, превышает половину, 53% у нас, как бы, в стране, что, мне кажется, хороший показатель. В сравнении с остальным миром, где вот средний показатель буквально, по-моему, составляет 28%. Вот. Какие вот, Айна Голит, расскажите, какие возможности вот у нас есть, какие конкурсы проводятся в стране вот вообще? Или вот, может быть, есть международные конкурсы, в которых вот мы можем принимать участие, вот именно вот девочки и девушки? Да, действительно, я хочу сказать, что, ну, особенно в нашей школе, да, есть такие возможности участвовать в таких конкурсах. Например, вот уже несколько лет подряд Казахстан участвует в конкурсе Technovation, который проводится в Калифорнии. Но особенность этого конкурса как раз в том, что именно участвуют девочки. Такая гендерная политика, девочки в IT. То есть они создают мобильные приложения, желательно социального характера. И сначала это проводилось только в Америке, сейчас вот это проводится в Индии, в Пакистане. Вот уже несколько лет подряд Казахстан участвует, Узбекистан присоединился. И хочу сказать, что вот мои девочки, они уже сейчас выпускницы, они два года подряд участвовали в этом конкурсе. В первый год им настолько понравилось, и несмотря на проигрыш, они прям с такой силой воли захотели участвовать еще раз. И во второй раз уже их более было удачно, потому что их отметила лаборатория Касперска. Вообще их выступление отметили, они получили хорошие отзывы, подарки. И сейчас вот то, что они вот делали, это в конечном счете послужило выбором их будущей профессии. Очень такие девочки талантливые, продвинутые в IT. И все они учатся в IT, одна из них учится в Америке. И каждый год наша школа старается участвовать в этом конкурсе. И знаете, не зря же говорят, когда есть хорошее начало, то обязательно будут последователи. И мне так понравилось, что уже младшие классы сами подходят к нам и говорят, мы хотим участвовать в этом конкурсе. И они знают, что я этим занимаюсь. Я надеюсь, что в этом году мы обязательно еще раз съездим туда. Ну вот, соответственно, действительно, помимо, здесь даже речь не столько о каких-то лаврах, да, не столько вот о победе, сколько о развитии вот этой силы духа и понимании, что на самом деле вот девочки в IT или в какой-либо другой инженерной эндосфере, они не одиноки, на самом деле их огромное количество. Вот в частности, сколько, допустим, участников примерно собирается? То есть вот как это в сотнях измеряется, в тысячах или... Ну, например, когда мы участвовали в Астане, команд было 33. И мы вошли в пятерку сильнейших. А вообще я хочу сказать, что вот та коллаборация вот девочек, да, они столько подруг приобрели. То есть и так как конкурс международный, то есть у них еще была возможность и общаться с девочками из других стран. Конечно. Потому что это все вот на таком уровне было. То есть вообще духовно для них это был очень хороший подъем. Они знакомились там, к ним подходили, например, во время жюри, вот экспертизы. Различные вот казахстанские стартаповцы, предложения им делали. Поэтому для них это был очень хороший стимул для девочек. И знаете, вот в процессе подготовки проекта во второй год, вот они изъявили желание. Мы долго изучали предметную сферу, например, в какой социальной среде мы можем применить. И знаете, хочу сказать, что... Ну, расскажи, кстати, немножко о проекте. Да, вот первый проект мы делали DreamBody. И они делали проект для женщин. То есть это что-то аналогичное тому, что у нас есть в телефонах, но это был чисто их продукт, мобильное приложение, где женщина, когда ходит, вот, допустим, измеряется, сколько калорий она потратила, водный баланс, по фигуре можно выбирать, допустим, одежду. Вот такой вот. Он был на двух языках, и он был мультимедийный. То есть там можно было разговаривать, фитнес-клубы находить. Второй год уже был социальный проект, более социальный, так скажем. Мы обратились через родительницу из нашей школы. У нас есть центр для детей-аутистов. И мы туда много раз ездили. Девочки познакомились с детьми. Вот они прямо переболели вот этой проблемой. Начали ролик снимать об этих детях. И сделали для них одну программу. И опробировали прямо на этих детях. То есть определили, какие у них есть потребности. Потребности, да. Да. И вот это мобильное приложение прямо на этих детях. То есть оказывается, есть такая ситуация, когда ребенок должен несколько раз повторять. Да. И вот как раз там голосом родителя, фотографией. В общем, это такое интересное было мобильное приложение. То есть действительно вот возможностей много, идей много. Вот только самое главное – это вот найти действительно выход и применить их в реальной жизни. Но вот здесь, собственно, вот говоря о применении в реальной жизни, у нас вот здесь вот есть, по сути, готовый разработанный продукт. Да, и вот как бы что у нас здесь? Кто расскажет? Жамиля, давай, наверное, ты, твое изобретение. Данный продукт, на самом деле, это обычный мармелад. Но мы его модифицировали. То есть мы добавили ламинария. Ламинария – это морская водоросль. Ну, проще говоря, это обычная морская капуста. Но мы знаем то, что не все ее любят, не все ее едят. Из-за запаха, из-за вкуса. А в чем ее польза? В том, что, например, у нас в Казахстане 11 из 14 областей страдают йододефицитом. И ламинария как раз содержит в себе огромное количество йода. И мой мармелад содержит суточную норму потреблений. То есть если человек будет потреблять это каждый день, то он будет восполнять суточную норму, у него не будет йододефицита. Отлично. Ну, то есть как удалось этого добиться? Получается, мы разработали специальную технику, то есть, можно сказать, биотехнологию разработку именно фруктового мармелада с добавлением ламинария. И в чем плюс данного продукта? Как я уже сказала, то, что он очень богат йодом, но при употреблении, получается, человек не чувствует йод, вкуса ламинария, да, и потребляет как бы обычный сладкий мармелад. И далее мы его уже модифицировали на новый уровень, то есть для космонавтов. В космосе человеку нужно намного больше витаминов и минералов, чем на Земле, так как он находится, организм находится в постоянном стрессе. И мы добавили чуть больше ламинария и заменили желатин на агар-агар. Агар-агар – это также водоросль, и, получается, мы изменили немного консистенцию мармелада, чтобы она в невесомости оставалась потребляемой. То есть, собственно, космонавты могут смело есть данный мармелад. Да, конечно. Ну вот, говоря о норме суточной, норме йода, какое количество в громаже мармелада необходимо съесть, чтобы именно вот эту суточную норму восполнить? Нужно съесть около 5-6, получается, мармеладок. Мармеладок. Да, доли. Отлично, хорошо. Так, ну, собственно, на вид, как бы можно, да, посмотрю поближе. На вид, в принципе, как обычный, действительно, обычный, самые обычные дорогие друзья мармелад. Но, в принципе, как бы вот вы, наверное, сами наблюдаете. Ну, действительно, запаха морской капусты абсолютно не чувствуется. Также с этим проектом я участвовала на республиканском конкурсе на урозовские чтения. Я заняла третье место по республике. И темой вообще в целом данного мероприятия было именно космонавт. Космонавты, космос и так далее. И я посещала Байконур и презентовала данный проект. Так, ну что ж, на самом деле сейчас можно, в принципе, думаю, мне его попробовать, да? Это же все-таки будущий космонавт, как-никак. То есть данный мармелад на основании именно свежевыжатого сока. То есть натуральный. Да, то есть этот продукт полностью натуральный, без добавления каких-либо других добавок. Прекрасный вкус, абсолютно прекрасный вкус. Вообще, действительно, не чувствуется никаких добавок. И, в принципе, чувствуется, что он натуральный. Нет такого вот ощущения, что что-то такое потребляешь. Но слушайте, ну вообще замечательный на самом деле продукт. Планируете его выпускать, как-то вот теперь патентовать и так далее? Конечно, я разработала именно экономическую выгоду данного мармелада. К сожалению, пока не нашлись какие-либо спонсоры. Но у нас есть конкретный бизнес-план, который, в принципе, можно воплотить в жизни. Но себестоимость выше, чем вот у обычного, скажем, мармелада? Нет, даже ниже. Даже ниже? Ниже, да. Ага, а за счет чего? Как вообще получается, что... Потому что в обычный мармелад добавляют очень много других вредных добавок, которые, на самом деле, намного дороже, чем выходит этот продукт. Угу, то есть, в принципе, как бы, вот бизнес-идея замечательная. Если вдруг нас смотрят потенциальные инвесторы, 339035, телефон студии, поэтому можете звонить, мне кажется, получится, на самом деле, очень интересно. Ух ты! По данному продукту мы подали заявку на патент. То есть, сейчас ждем в обработке. Угу, то есть, ну, отлично. Как бы надеемся, что... Ну, не дешевле надеемся, я уверен, что патент будет получен, потому что действительно продукт инновационный. Потому что я, во всяком случае, такого не видел никогда, и ни у кого, и нигде еще. Ну вот, над чем ты еще сейчас работаете? Вот, или, допустим, вы, может быть, девочек сейчас к чему-то будете готовить? Может, тоже уже какие-то идеи есть, разработки? Да, сейчас готовим команду девочек на техновейшн. Ну, помимо этого, у меня, хоть я информатик, но, к сожалению, или к счастью, наверное, я настолько прониклась, например, проблемами села. Да, вот у меня есть девочка 11 класса, сейчас мы разрабатываем с ней альтернативные способы получения топлива, я не буду все секреты говорить. Но вот, как бы, мы в область биологии. Вы же понимаете, что информатика такая наука, что она всегда прикладная. То есть, для того, чтобы, допустим, смоделировать определенную установку, нужно знать информатику. Поэтому и первые наши проекты с девочками были в основном с биологами, например, мы моделировали, с генетикой что-то было. И они занимали призовые места. Поэтому вот сейчас мы готовимся на техновейшн. И вот сейчас тоже в ожидании патента на брикеты топливные, которые вот, да, это вот с биологией у нас проект с девочкой. Интересно. Ну, вот сейчас вот у меня к вам, вот, к двоим, наверное, вопрос как к педагогам. Вот как вообще смотивировать маленькую девочку на то, чтобы вот она не давила в себе желание заниматься наукой? Ну, я думаю, самое главное – это слышать. Потому что все, абсолютно все дети, независимо от возраста, они о чем-то мечтают. И у них очень пытливый ум. И вот на уровне даже 5-6 лет периода «почемочки» – «почему то», «почему это», «почему солнце такое». Вот тогда вот закладывается. Это скорее должно идти из семьи. И чтобы действительно родители тогда находили ответы, находили вместе эту информацию, чтобы ребенок удовлетворял свой такой вот, скажем так, информационный голод. А потом уже, конечно же, когда ребенок приходит в школу, и вот даже в нашей школе в НИШ зачастую ученики приходят с такими безумными идеями, «я вот хочу заниматься, давайте». И, конечно же, тут любой учитель должен взять и направить, и помочь. Возможно, конечно же, что-то будет из разряда фантастики, но и, тем не менее, даже зерно, даже небольшой процент от этой мечты, от этой фантазии можно реализовать, можно сделать. Пусть маленький проект, пусть на уровне, скажем так, достаточно таком простом. Потом с каждым годом, с каждым шагом усложнять, таким, не то, что усложнять, возможно, углубляться. И тогда мы действительно будем только стимулировать и мотивировать интерес, заниматься тем, чем нравится и чем хочется. Ведь наука, она же не ограничивается, математика, физика, биология, химия. Это же очень много прикладных, очень много таких тонкостей, где действительно может каждый найти свою стезю и быть ученым. Да, ученым, исследователем, конечно, почему бы и нет. Жамиля, ну вот планируешь в будущем связаться с этим с жизнью? И в каком направлении все-таки хочется заниматься? Конечно, я думала об этом. Я хочу стать биотехнологом. И именно поэтому в своей школе выбрал профильный предмет биологии и химию. Надеюсь, у меня все получится. Я знаю, что данная сфера не особо развита у нас в Казахстане. Но надеюсь, что в будущем она будет развиваться. И я приложу какие-либо усилия к этому. Конечно, кто-то же все-таки должен это все-таки взять на себя. Соответственно, почему бы не воспитать молодое поколение девочек, да и мальчиков, в принципе, что уж на гендеры делить. Да, здесь, мне кажется, дело даже больше не в гендере, а действительно в стремлении, и в желании, и в каких-то возможностях. Но, слава богу, у нас в стране возможности, в принципе, равны для развития, что не может, конечно же, не радовать. Ну что ж, большое спасибо. Еще раз поздравляю вас с праздником. Очень важным, очень нужным и очень правильным, я считаю. Надеемся, что изобретений у вас будет еще больше, и вот этот вот огонек в глазах, он не угаснет, и всегда будет какое-то желание, всегда будут какие-то идеи, которые просто нужно будет воплощать в жизнь. Вот, сейчас у вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям с парой утренних приветов, слов. Может быть, нас смотрит какая-нибудь маленькая девочка, которая таки ждет своего часа. Всем доброго утра и мечтайте. Отлично. Я хочу всем пожелать, во-первых, сегодня хорошего настроения, и хочу сказать, что там, где есть условия, там есть и таланты. И эти условия мы должны создавать своим детям, ученикам сами. И всегда поддерживать их. Отлично. Так, ну и Жамиля, напоследок. Я хочу сказать всем, чтобы, в особенности подросткам, детям, чтобы вы никогда не сдавались и просто следовали своей мечте. Ну, отличные пожелания. Ну что ж, чего желаем, собственно, и вам. Поэтому успехов и удачи, конечно же.